Свою деятельность тогда еще Рогачевская межрайонная отделение Аховы почала в 1961-м. Поравновать тагочастные умовы процессы с соперничными некорректно, а для одну лишь бы назвать можно. Апошный будинок, где размещалось подразделение, попроще был, амалью в 2,5 раза меньше за новое. Ранее он належивал предприемству по забеспечению нафтопродуктами, а для после проведенной реорганизации оказался непотребным. Докладную сумму, которая спотребовалась для распространения проекта и проведения будильничных работ, у Департамента Аховы не называют, или окажут, что все выполнено, выключено за властные сродки. Впечатляет подход такой достаточно прагматичный. То есть излишеств нет, но в то же время самые необходимые атрибуты для несения службы, в том числе и бытовые, спортивный уголок и так далее, все это присутствует в достаточном объеме, поэтому оптимально, достаточно экономно, я бы так сказал. Створение належных умов для супросовников – одна из головных задач для любой администрации и Департамента Аховы в этом плане не выключением. Тем более, что праца у милиционеров легкой не была николи. Сегодня под Аховы подразделениями в Гомельской области находятся больше 36 тысяч объектов. С початка года по сигналу тревоги нарады выезжали свыше 25 тысяч разов. Не то, как теплые умовы оказывали негативный вплыв на выники службовой деятельности, але, когда я не отповедаю сучасным потребованиям, працевать все-таки больше зручно и приемно. У старым будинку такого не было, покой для приема ежи. Тут все самое необходимое – холодильник, микроволевая печь, чайник. До речи, попить грабаты в день открытия можно с такими цукерками. Хоть только рамотом будинка урогачеви не обмежавалися, зарабили прицовку для строевой подрихтовки и спортивных занятков, теперь у местовых отдела Департамента Аховы есть еще и властная база. Ранее для проведения этих же занятков по физической подрихтовке приходилось домовляться за администрацией городского стадоёна и средних школ, где есть спортивные залы. Плюс полоса перешкод для тренировки собак. В этом году на Гомельске за их допомогой уже затримали 25 залачинцев. И еще один момент, на который вернули увагу в деньники мероприемства за уведением эксплуатации будинка рогачевского отдела Департамента Аховы колькость объектов, которые не выкорестовывались, сменшилась на еще одну одинку. Мы находимся в Рогачеве. Два года назад мы украсили этот город, сделали его европейским. Поэтому для меня важно, что этот объект еще дополняет то, что было сделано два года назад. Поэтому только спасибо. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, телерадио компания Гомель. Зрогачев.